Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. Израильская полиция предоставила министру национальной безопасности Израиля Итамару Бенвиру оценку, согласно которой во время антиправительственных протестов левых в эту субботу в Израиле могут возникнуть массовые организованные беспорядки. Представители полиции заявили, что у них есть разведданные, которые вызывают серьезные опасения по этому поводу. Израильская полиция даст возможность митингующим оглашать свои требования, и это право каждого гражданина выражать свою позицию. Это базовое право каждого человека в демократической стране. Но в то же время, с точки зрения разведки, есть опасения по поводу беспорядков, заявили представители правоохранительных органов Израиля. Полицейские работают над тем, чтобы разрешить проведение акций протеста всем демонстрантам, но в то же время не допустят никакого нарушения общественного порядка и не допустят использования нацистской символики, говорится в заявлении. Тем временем движение «Черные флаги», аналог французских желтых жилетов, который является одним из главных организаторов демонстрации против нового правительства Израиля, уже заявило, что полиция участвует в сговоре с министром Бенгиром против народных протестов. Кажется, что дух осужденного преступника Бенгира витает над полицией, которая пытается делегитимизировать демократический протест и представить его как насильственный, «Мы призываем общественность выйти и участвовать, полностью проигнорировать полицейскую ложь. Мы напомним начальнику полиции и его представителям, что они работают согласно закону и для общества, и не являются слугами министра Бенгира», заявили «Черные флаги». Схожее мнение выразил и бывший министр обороны Моше Яолон, обвинивший и Тамара Бенгира в попытке подавить народные волеизъявления. Поджигатель и осужденный преступник, министр хаоса и националист, отвечающий теперь за полицию, заявил Яолон, подстрекает своих последователей, чтобы делегитимизировать протестующих и воспрепятствовать протестам. «Но ему это не поможет. Демонстрация в субботу вечером будет. Все, кому дорог Израиль, должны без страха прийти, чтобы не допустить совершения преступным правительством государственного переворота. У нас нет другой страны», заявил явно сильно поливевший в последние годы бывший начальник Генштаба. При соединиться к протестам еще один бывший начальник Генштаба и экс-министр обороны Бенни Ганс, ныне один из главных лидеров израильской оппозиции, который объявил, что также придет в субботу вечером на демонстрацию против правительства Натаньягу, которое пройдет в Тель-Авиве. Ганс призвал израильтян прийти на митинг, но действовать по закону и не использовать подстрекательские символы. «Наверение коалиции Натаньягу совершить государственный переворот быстрым и хаотичным образом, подрывая при этом самые основные ценности Декларации независимости и отказываясь вести переговоры для широких соглашений, опасны для государства Израиль», заявил Ганс. «Мы готовы на переговоры и сотрудничество, но мы не сдадимся и будем бороться всеми законными средствами, чтобы предотвратить эти крайности», добавил экс-министр обороны. «Я призываю вас прийти на демонстрацию с израильскими флагами, но вести себя корректно, без подстрекательских символов и не поддаваться на провокации, которые только навредят нашей борьбе. Это не мятеж, это гражданский долг», — подытожил Бенни Ганс. Тем временем Бениамин Натаньягу и министр финансов Виталий Смотрич представили экстренную программу по борьбе с дороговизной жизнью в Израиле. «Программа касается цены электричества, воду, бензин и размера муниципального налога». В выступительном слове Бениамин Натаньягу отметил, что программа призвана затормозить рост цен и на другие товары и услуги. «Мы вставляем палку в колеса инфляции», — заявил премьер-министр. Натаньягу и Смотрич подчеркнули, что речь идет о немедленных мерах. «Надо действовать прямо сейчас, не дожидаясь принятия госбюджета», — заявил глава правительства. В рамках программы на 70% будет сокращен рост цен на электричество. Таким образом, тарифы на электричество поднимутся всего на 2,5 вместо 8%. Также на 70% будет сокращен рост цен на воду. Для 100 тысяч малых израильских бизнесов цены на электричество останутся прежними. На брифинге было объявлено об отмене последнего повышения цены бензин, приблизительно на 3 цента за литр. Кроме того, в течение ближайшего года не будет меняться размер муниципального налога. На иврите Арнона. По-английски это property tax. В той части программы, которая представлена Бецалелем Смотричем, сказано о сокращении промежутков между ступенями подоходного налога, сокращении отчислений в Институт национального страхования, social security и увеличении льготных налоговых единиц. В качестве примера министр привел семью с двумя детьми, доход которой за счет этого увеличится на 130 долларов в месяц. Министр финансов также сообщил, что пособие по инвалидности для израильтян увеличится на 110 долларов. Ежемесячно пособие на ребенка-инвалида на 90 долларов. Кроме того, будет выплачена дотация в размере 60 долларов к 300 тысячам израильтян, имеющим право на помощь в обогреве жилья в зимнее время. Бецалелем Смотрич, начавший свое выступление с того, что он, как многие израильтяне, выплачивает ипотеку, или mortgage, отметил, что нет возможности заморозить выплаты по ипотечным банковским судам. Про-арабский курс возвращается. Новый президент Бразилии уволил с работы посла Бразилии в Израиле. Луис Энассио Лула да Силва уволил посла в Израиле Жерсона де Фрейтеса, назначенного своим предшественником Жаэром Болсонару. Отстранение дипломата от должности, очевидно, указывает на изменение политики Бразилии в отношении Израиля. Ранее новый министр иностранных дел Бразилии Мауро Вейера сказал, что при левом правительстве Лулы Бразилия, цитата, будет сотрудничать со всеми арабскими странами и прежде всего с палестинской автономией. Помимо дипломата в Израиле, новое бразильское руководство, что также весьма показательно, уволило из своего посла в Вашингтоне. Напомню, что Жаэр Болсонару назначил де Фрейтеса в попытке углубить военные связи Бразилии с Израилем. Также он объявлял о намерении перенести посольство Бразилии из Тель-Авива в Иерусалим. Однако этот шаг так и не был реализован. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сегодня провел первую официальную телефонную беседу с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. В ходе разговора израильский дипломат подчеркнул важное заседание Совета Ассоциации ЕС Израиль, которая состоялась в октябре впервые после десятилетнего перерыва. Коэн также выразил надежду на то, что связи между Брюсселем и Иерусалимом будут продолжать расти. Возвращается, что разговор состоялся на фоне ожиданий того, что хотя отношения Иерусалима с ЕС будут процветать в сфере торговли, исследований и энергетики, они столкнутся с серьезным кризисом из-за дипломатических проблем, таких как ситуация вокруг Храмовой горы, Восточного Иерусалима и, разумеется, строительство израильских поселений в Иудее и Самарии. Руководство террористической организации Хамас выступило с осуждением решения властей Объединенных Арабских Эмиратов о включении темы Холокоста в учебные материалы начальных и средних школ страны. В заявлении Хамаса говорится, что решение властей Эмиратов «означает принятие сионистского нарратива». Накануне посольства ОАЭ в Соединенных Штатах сообщило, что изучение Холокоста впервые станет частью программы начальных и средних школ в Арабских Эмиратах. Учебный курс, который расскажет о гибели 6 миллионов евреев в результате нацистского произвола и окончательного решения еврейского вопроса, разработан совместно с израильским муриальным центром «Яд Вашем». Глава израильского МИДа Эли Коин приветствовал решение власти Эмиратов, назвав его, и совершенно справедливо, историческим. Спецпосланник администрации США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт выразила уверенность, что человечество обязано изучать историю Холокоста. Слишком многие страны предпочитают замалчивать катастрофу по политическим причинам. Я приветствую этот шаг Арабских Эмиратов и надеюсь, что их примеру последуют и другие страны региона, добавила она, использовав слово «шоа» — еврейское название Холокоста. Необходимо чтить память жертв. Публичные фигуры не говорят правду из-за их политической предвзятости. Но трагедия такого масштаба, как Холокост, была направлена не только против евреев, а против всего человечества, заявила в конце прошлого года один из архитекторов мирного соглашения между Израилем и Арабскими Эмиратами Али Аль-Нуайми. Напомню, что в 2021 году в Дубае открылась первая в арабском мире выставка, рассказывающая о катастрофе европейского еврейства в годы Второй мировой войны. Экспозиция в хронологическом порядке рассказывала о планомерном уничтожении европейских евреев на оккупированных нацистами территориях. На выставке были представлены подлинные исторические реликвии времен Холокоста. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok